супер прям то что я хотел то что я хотел вот смотри паническая атака вообще как бы как как вид невроза связаны с контролем это это все все истории про контроль всегда про контроль ума про вот эту насильственную волю ума как что происходит с умом ум я тебя рассказал что это моська и маленькая но очень громко лающая и в какой-то момент когда вот она начинает лаять а человек начинаете подчиняться типа да 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 то она думает значит я сильно через целого человека заставила что-то сделать ум это контролирующая моська который говорит который приходит к тебе и говорит соберись у нас что-то происходит у нас дом горит мы горим проблема и человек что делает он подрывается начинает бежать куда-то испугать это физический спазм в какой-то момент в какой-то момент нервная система она настолько устает от этих спазмов что невроз превращается панические атаки и так далее но вот это все невроз когда приходит часть тебя она те что-то говорит и ты вместо того чтобы посмотреть и спросить а чё ты сразу же собираешься то есть автоматическая реакция стресса спазма и автоматически ты уходишь вне ресурс потому что в спазмированном теле меньше энергия меньше силы больше метафорически больше темноты меньше вариантов решения ну спаверный человек у него нет вариантов нет ресурсности два выбора бежать спасаться драться и так далее вот эта моська с каждым твоим подчинением ей она растет 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 потому что она управляет тобой за счет того что ты думаешь что и что то что тебе угрожает она скажем так оттягивается на том что ты чувствуешь себя не в безопасности в жизни в разных контекстах что что-то проходит может произойти и тебе надо взять контроль ты слишком расслабил столько соберись расслабишься потеряешь расслабишься уйдет расслабишься это расслабишься то расслабишься воля раз так вот такие вот все это да и ты раз спазмировался и каждый раз к ты спазмировался ну а я помогу целого человека заставила бегать по свою дудку и паническая так это уже крайняя стадия стресса нервной системы да это крайне с но не крайне конечно стадии неврозы но это такая развитый невроз что может сделать человек с помощью духовной воли с помощью духовной воли он может сделать следующее он вспоминает о том что он вообще целиком не обязан спазмироваться и напрягаться в тот момент когда приходит тревожная мозг поэтому когда приходит моська ты можешь смотри не игнорируйте не ругаться с ним даже не смотреть на нее а просто выливым усилием пойти в расслабление вот этим выливым усилием потому что ты знаешь что когда ты расслаблена у тебя больше ресурсов у тебя больше вариантов реагирования у тебя больше сил и ты в большей безопасности чем когда ты спазмирована ты на самом деле в этот момент куда сильнее куда в большей безопасности если ты расслаблена поэтому духовная воля здесь нужно для того чтобы сказать ага тревожная мысль пришла расслабить сознание расслабить тело это твой это по твои в твоей ответственности ты управляешь нервной системой выдохнуть очень 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 медленно посмотреть или сказать ну пойдем посмотрим не идти на поводу не быть рабом части твоего сознания которое генерирует тревогу только вот для этого нужна духовная воля ты бегаешь за ним потому что ты боишься или есть у тебя идея о том что ты в безопасности что мир все-таки не несет страха и боли для тебя а его нет выбора то есть если идти у нее на поводу то все это это не жизнь это постоянная в любой момент времени спазм в любой момент времени если ты понимаешь что ты так жить не хочешь то пробуждается духовная воля ты будешь нет стоп я иду в расслабление там где мне было страшно я иду в расслабление там где мне было тревожно когда ко мне приходит паника я не бегу чтобы меня спасли я своей духовной волей отправляю себя в расслабление перед этим перед страхом потому что в расслаблении я буду более ресурсная буду более живой для буду более готовой все будет хорошо и тогда опять же происходит алхимия человек выходит из панических атак из неврозов из чего угодно если он перед страхом который к нему приходит выбирает расслабливаться просто расслабиться вот в духовный выбор который нужно сделать потому что он понимает что есть два состояния жизни жизнь и не жизнь вот не жизнь это спазм мало вариантов выбора это беготня под тем что говорит тебе твой ум это постоянный раб позвоночек позвонили побежал причем рано или поздно это моська так распускается что он звонит просто постоянно и люди там панических атак вообще бывает из дома не могут быть все тревожно становится либо у тебя есть воля сказать я тут хозяин я знаю что есть учет в жизни бывает тревожные мысли но ясно пришел чтобы жить они чтобы сидеть в комнате обложенной подушками и и всего бояться и просчитывать как может быть страшно и плохо своего в своем уме я не пойду у тебя на поводу то что распустилась ты правда распустилась ну как конечно она только на основе старого и если ты проявляешь духовную волю то жизнь показывает что это моська ошибалась сама жизнь потому что ее не убедишь а жизнь и воля жить несмотря на тревогу воля жить несмотря на тревогу вот это духовная воля выбора выбора жить это река жизни всегда течет она всегда запущена мы просто можем в иллюзии стоять рядом с ней держаться за какую-то корягу чтобы нас не внесло и любое наконец-то отдаться про под потоку какая разница отпустить корягу вам не нужна если это не золотая коряга хотя даже если золотая коряга отпустите золотую корягу хватит до некоторые люди они инкрустируют свою корягу бриллиантами они говорят вот эта коряга это смысл моей жизни отпустите корягу пожалуйста потом приходит человек отрубает эту корягу куда же моя коряга пока враг враг этот человек отрубил мою корягу смотрите что не осталось такая коряга я тут живу мою коряга расширила жизнь да бог но врача и кто думает что это враг дать и да живи что и да вот первую очередь не на держаться за свою тревогу во второй очередь не на держаться за свой контроль который является реакцией на тревогу ну что который иллюзорен а тревога бессмысленно потому что и но это тоже из-за того что было не за то что будет это все иллюзии но мы всю свою сущность под иллюзию подгоняем вот вот это странно а у тебя нет простите у тебя нет выбора да то есть это как раз таки то и есть то есть есть река жизни река жизни это не идеальность это не порхание бабочек и страстные состояния представьте погода где только солнце все все растения вымрут все люди вымрут все животные вымрут воды нет все капец такого не бывает также из нашей психики также в нашей жизни постоянно идет трансформация энергии превращения все у природы нет плохой погоды у психики нет плохих состояний все уместно если есть позволение если есть выбор жить то ты живешь даже когда грустно даже когда больно когда же когда жизнь приводит нас к потерям все равно выбираешь жить да ты проживаешь то что есть ты не уклоняешься от этого опыта но даже внутри этого опыта ты выбираешь жить именно поэтому культуры вы скажем так ближе к исходному знанию они допустим смерть близких празднуют они грустят потому что грусть это не жизнь а праздник смерть напоминание о торжестве жизни о благе жизни о даре жизни о чуде жизни и вы действительно когда человек начинает жить вне идеальности самый большой подарок который есть правда он начинает понимать что жизнь это благо это чудо это кайф когда он перестает стоять перед этой рекой жизни и туда окунается он понимает что водичка то теплое течение тут приятное плывется то быстро коряга то мешает виды то красивые да да не 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 контролируем но это чудо это магия это волшебно это каждый раз новое это свежая это жизнь вот это самый большой дар который у бога есть для человека и у жизни есть для нас для этого нужно отпустить идеальность и жить да точно потому что это сама жизнь они твои концепция но с тобой происходит только бог все то есть только то что здесь и по какому-то стечению обстоятельств это все выглядит совершенно только то что сделано из ума выглядит как-то как нагромождение непонятное да все что идет отсюда это совершенно даже когда ты не понимаешь что происходит вот она совершенно да ты просто смотришь и вау это же красиво знаешь да если это каждый день тот невроз миру стал вращаться конечно это нормально это нормально есть гипотеза что чем больше ты слить жизнью и у тебя меньше претензий то это не значит тебя будет себя хорошее настроение но всегда будет вот есть разница между плохим настроением когда просто грустно да когда психика чистится вот когда дождик идет да вот в атмосфере и состоянием нежизненности потому что даже когда дождик идет и когда вот это станет грустно можно творить писать созидать это тоже жизнь а вот есть состоянии нежизненности депрессия и фрустрации отдая состояние это когда идет претензия ожидания идеальность и непозволение себе жить и спазм и здесь нужно идти в расслабление духовной волей да не обязательно что если тебе это проснулась и у тебя как бы как-то вот так непонятно что если ты устранишь претензию сразу станет хорошо но сразу станет интересно что называется то есть сразу станет как бы сразу энергия придет я всегда говорю о том что критерии качественной сдачи то есть устранение претензий к жизни устранение вот этого насилия вот этой насильственной воли это прилив сил сразу то есть сразу прилив сил сдался получил энергию сдался получил энергию как ну вот как ушел от сопротивления ушел от претензий ушел от идеальности получил энергию сразу вот вот здесь вот этот инструмент работает тоже но мы же вообще в мире живем в таком где все есть и стресс и переживания да но проснулась ну да значит психика вот так и работает сейчас пошла в расслабление осыпаешься и засыпаешь больше всего приоткруто осознание таким образом первые 10 минут особенности просто пробуждение и вот это состояние те мысли те воспоминания о сне это то что с тобой сейчас на да значит это свидетельство того что идет накоплено подсознательное сопротивление накоплены подсознательные как бы спазмы и психика просто пытается таким образом чистится и это просто звоночек к тому чтобы в жизни важно не в идеалах не в концепциях не в тренингах не прокачка нигде в жизни просто в тех контекстах которые есть учиться идти в большую сонастроенной жизни в расслабленность позволяйте больше жить быть более расслабленной совершать действие исходя из правды из истины они из насилия ума где-то проще говоря мы себя загнать все то есть здесь не надо это копать глубоко живите смотрите где напрягаетесь где идете против себя где спазмируетесь и не идите за этим прокачиваешься такая вся моменте стоп это способ прожить жизнь но если есть возможность пойти на свидание или пойти на прокачку или проект пойти к любимому человеку по или пойти в фитнес-клуб и подкачаться чтобы ему понравится если вот есть выбор между вот эти процессами идите на свидание потому что иначе вы это не жизнь прокачки все любые это не жизнь если если вы делаете что-то чтобы начать жить это не жизнь если вы думаете что когда вас будет идеальное тело любимый мужчина будет всегда с вами никогда от вас не уйдет это не жизнь потому что вы мучаете и себя любимого человека если вместо чтобы быть с ним и любить его да если вы думаете о том что если у вас будут там не за мужчинам и женщин если вы думаете о том что если вы будете идеально характер у вас будет правильно его вместо того чтобы проводить дома вечер с близким человеком идете на лекцию по тому какая должна быть правильная ведическая женщина это не жизнь это не жизнь можно если у вас свободный вечер пойти поучиться но если у вас есть выбор жить или ниже и или или ждать и откладывать то простите жить то будем но она всегда в настоящий момент где она еще и и сейчас прям воспроизводишь нет нет и прямо сейчас я воспроизводишь ты ее более того фантазии и и воспоминание творения в сейчас по мотивам конечно чего-то но это происходит сейчас ты никогда прошло не вспоминаешь ты воссоздаешь его сейчас сейчас все прекрасное в этой мере создана не потому что здесь и сейчас а потому что есть синтез здесь и сейчас и вот творческого из бесконечности на самом деле и здесь сейчас и в бесконечности когда ты в этом расслабляешься состоится хорошо но здесь сейчас ты концепция как бы скажем так и духовного тонуса типа вернись 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 если это помогает чувствовать жизненность это здорово если это мертвая концепция то это не здорово я говорю псевдоведизм я добавляю теперь я стал корректно меня лично развивающих больше делал ходом ходунки тоже ходунки тоже помогают ходить ответ такой ходунки тоже помогают ходить но когда ты опираешься на внутренний источник он тебя подкачивает понимаешь пока это работает и не входит в конфликт жизнью ходи более того даже я подкачиваюсь где-то в каких-то контекстах где я еще не взрослый и не самодостаточный более того если мне нужно будет не знаю приготовить какое-нибудь блюдо я пойду повар и буду смотреть как он приготовит мне интересно прикольно учиться я говорю про те состояния когда это начинает вредить жизни а к сожалению нет наверное не наверное процент не такой конечно но обычно ко мне приходят просто потому что иначе проблема нет да ко мне приходят люди у которых есть уже конфликт между жизнью и не жизни я подсвечиваю вот этот момент подсвечивают этот момент пока работает пускай ходунки в разных контекстах бывают нужны ну то есть что-то бывает подкачивать нам да почему нет я вот на массаж хожу чувствую себя после этого лучше нету нету претензий наблюдать если если это пока живется в сторону сторону ты просто из этого тоже вырастешь как и я вырасту из своих вещей все есть чего-то вырасти а человек структура многоплановая каждый раз когда мы что-то делаем хотим 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 желаем и вообще когда внутри нас ей происходит движение энергии она происходит на тонком плане каждый раз когда происходит движение на тонком плане формируется структура мы здесь реализуем в отличие от бога который наблюдает и потенциирует то есть бог находится в потенциальном состоянии мы в состоянии реализации матрица это просто совокупность творения мы ее создаем фактом своей жизни два человека имеющий похожие желания создают устойчивую более устойчиво энергетическую структуру чем желание одного человека мы все создаем энергетическую структуру любая энергетическая структура обладает способностью вовлекать неопределившиеся элементы поэтому если ты не знаешь кого платить ты хочешь то скажем так желание совокупные многих людей многих структур будут на тебя влиять это факт это элемент творчества вопрос где ты в этом есть два подхода либо терап матрица матрица создана какими-то существами которые пытаются заполучить нашу энергию и это абсолютно человеческая концепция которая основана на страхе да а есть концепция того чтобы творцы смотрите что резонируем если если мы творцы если мы творцы то у тебя есть безграничная власть над матрицы вопрос где ты себя собираешь где ты себя осознаешь этим занимается трансперсональная психологии иногда и введу такие семинары пола по различным планом сознания и на самом деле вопрос где ты себя осознаешь с чем ты выбираешь ассоциироваться ты выбираешь ассоциироваться с собой которая подвержена матричного влияния ли ты выбираешь ассоциировать себя с режиссером этого спектакля на самом деле на самом деле я я бы сказал так высшая это не тот или нет и не матрица это не матрица дает режиссер на это не матрица матрица это творение наших низших я потому что матрица творится здесь если можно так формулировать да она тонкая вибрационная да это там а насос в ней рождаются сущности и структуры но это то что мы делаем здесь и если ты идешь к своему центру к своему источнику ты находишься на над уровня и твои желания они отличного от желания красного платья потому что все хотят красных платья я не могу это объяснить никак иначе кроме как попробуйте наблюдаете и смотрите и критерий всегда один чем больше вы ощущаете ресурсности внутри себя внутри своего тела тем ближе вы к своей истинной природе чем больше вы бессильны и пытаетесь получить извне тем больше вы подвержены матрица все единство не единство не есть матрица единство не есть матрица а да 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 но когда мы говорим о структурах которые вовлекают нашу не оперившуюся свободную волю духовную которые управляют нами то это ходунки ходунки не есть родители ходунки не есть наше умение ходить ходунки не есть нашего шея а вот давайте закончим на теме выбор есть или выбора нет я всегда говорю такую фразу вот выбор есть по ту сторону сдачи но нет по эту сторону сдачи сейчас поговорим вот пока мы находимся в спазмировано инфантильном состоянии у нас нет выбора у нас нету выбора пока мы руководствуемся насильственной волей ума пока мы зашиты вот в эту матрицу чужих ожиданий у нас нет выбора пока у нас есть стоит вообще вопрос о том что нужно ли нам выбор или нет но по ту сторону сдачи по ту сторону расслабления по ту сторону соединения с источником нас появляется безграничный выбор только по парадоксу он нам становится не нужен он нам становится не нужен в этом плане человек безгранично потенциален в том как он может пойти и при этом он абсолютно определен в том плане что любое действие так или иначе все наши пути идут к богу все наши пути идут в одном направлении я склонен считать что у человека безграничная свобода воля просто когда он ее обретает а она ему перестает быть нужно этот мир постоянно творится это не то в чем мы должны быть адаптированы это то в чем мы должны быть уча учатся в том что чем мы принимаем участие эта кухня все четко готовят резонировать с этой кухней надо только в том плане чтобы там не мешать другим готовить ты единственная да но это но здесь нету задачи играть заранее установленную мелодию здесь эта мелодия творится постоянно и каждый вносит свой вклад поэтому реально идея о том что мы должны руководствоваться волей мира она половинчатая она половинчатая судьба творится в каждый конкретный момент она в каждый конкретный момент творится сотворяется пересотворяется исходя из потенциалов внимание сознания намерений и конфигурации красоты и от этой игры не перед рождением они заключаются прямо сейчас всегда есть сейчас у бога нет перед или после все идет сейчас проявили духовную волю изменилось все фильм меняющий реальность помните потому что чем инфантильнее человечество тем легче очень просто пока человек управляется страхом пока человек управляется вот этими желаниями пока человек управляется тревогой пока он выживание я поэтому говорю что у него нет свободной воли пока он не сдался пока он не ушел от насильственной воли пока она его не пережала так чтобы он решил от не освободиться пока он не просветлел у него нет свободной воли и потенциалы все очень явственно видны древних древние астрологи всегда рассказывали могли предсказать что вот тебе в такой-то день в таком-то сражении стрела попадет в правое плечо и это происходило потому что выбора было очень мало да то есть под и квантовые потенциалы были более или менее понятно то есть вот реальность была более устойчива чем больше человек берет свои силы творческой тем более разнообразные становятся потенциалы это не значит что все да это не значит что мы все идем мы все мы все идем в одном направлении все идут к богу все мелодии выражают красоту бога все картины выражают красоту бога все танцы выражают красоту бога но не все мелодии написано не все танцы станцованы не все картины нарисованы помните об этом и если человек приходит и говорит я вот пришел в картинную галерею и буду рисовать только то что уже нарисовано чтобы быть как бы встроиться нет не все еще нарисовано не вся красота еще выражена не все еще проявлено да именно поэтому у нас безграничная свобода воли по ту сторону сдачи по ту сторону освобождения от ума но никакой свободы воли пока вот этот насильственный орган вот эта моська нами руководит